В субботнике обошли стороной место, расположенное между поликлиникой в СИН и Рязанским автотранспортным техникумом. В районе улицы Полевой протекает река Лыбедь, которую сами же рязанцы захламили до такой степени, что из мусора здесь образовалось несколько плотин. Чего только здесь нет – старые колеса, стулья, диваны, покрышки, бутылки и даже холодильник. Находясь здесь, невольно напрашивается вопрос, как все это здесь оказалось. А ведь по мостику, проходящему через речку, ежедневно проходят люди, чьему взору открывается эта картина. Именно такие неравнодушные граждане обратились в редакцию нашей телекомпании с просьбой осветить проблему для дальнейшего ее решения. Здесь же среди этой свалки плавают дикие утки. В данном случае селезень перебирается от одной выброшенной деревянной конструкции к другой, чтобы подняться над водой и, скорее всего, отдохнуть. Вот так свой день проводят дикие животные у нас в Рязани. Вся эта плотина из бытового мусора создана руками человека. Примечательно, что река Лыбедь впадает в Аку. Конечно, основное загрязнение от этого мусора уже давно унесено дальше – через Аку в Волгу. Но оставшийся хлам продолжает разлагаться и каждый день отдает по частичке грязи нашим водоемам. Вообще, это место довольно странное. Большая часть отходов лежит на берегу. Неподалеку находится какое-то подвальное помещение с открытой дверью. Кто-то здесь же на берегу разводил костер, о чем говорят угли, встречающиеся на земле. Все это занимает огромную территорию. Суть в том, что если пока внимание на столь масштабную проблему не обратили власти города, то, возможно, об уборке стоит задуматься тем, кто находится в непосредственной близости от этой заваленной мусором реки. Часть свалки располагается и на территории Рязанского автотранспортного техникума. И, похоже, это никак не волнует тех, кто там работает или учится. В свою очередь, несколько организованных групп людей на территории учебного учреждения в день этих съемок занимались репетицией строевой песни. Патриотизм – это, конечно, хорошо. Однако, как известно, он должен проявляться и в реальной помощи своему городу, народу, стране. И большую бы пользу могли принести молодые ребята, позаботившиеся о природе и чистом воздухе рядом с собой в год экологии. А наша съемочная группа, в свою очередь, смогла бы оказать информационную поддержку при этой уборке.